Молчание Гарпукрата А что, нет интервью? А фотографии есть? Конечно, нет. Нет, интервью и фотографии исключаются. Почему? Потому что нет автора. То есть, как нет? А где же он? А так автор не явился. Никто ничего не знает. Никто. Слушайте, Дороган, а вы понимаете, какую чепуху вы претите? Человек, чье имя совершенно неизвестно в литературном мире, получает гонкуровскую премию и не является на торжество, да над вами просто посмеялись. Уверяю вас, что я информирован лучше, чем кто-нибудь другой. Я же говорю, никто ничего не знает. Ничего. Что, я адреса не знаю? Да. То есть, нет, адрес есть. Он прислал письмо председателю жюри, дав ему парижский адрес. Но адрес вымышлен, уже наведены справки. Положение жюри не завидное. Председатель сам не свой. Журналисты начали зубоскалить, уже придумали заголовки для вечерних выпусков. Лауреат загадка, жюри разыскивает лауреата. Да нет, это же как-то странно. Странно. Черт побери. Выбернуть свой роман на гонкуровскую премию, а потом даже не поинтересоваться его судьбой. Очень странно. А что это за роман? Как вы только что говорили, он называется? Молчание Гарпократа. Да, Гарпократа. Угу. Вы его прочли? А где же я мог его взять? Роман получили только члены жюри. По одному экземпляру, отпечатанной машинке, подписанным «Поль де Боа». Да, это ясно. А кто такой этот самый Гарпократ? Ну, как вам сказать? Бог? Молчание? А, да. Конечно, греческий бог, да, я уже совершенно обалдел. Роман превосходит все, что только можно себе вообразить. Говорят, совершенно выдающаяся вещь. Знаете, ведь премия была предрешена. Два кандидата было. Жюль Валар. Ну, да, и Армада. С пейзажем без солнца. И Роман, Армандо Раймон с ее праведницами. Да, ну что, надо сказать, праведница это такая книга. Да, да. Да, ну, пожалуй, все-таки Валар котировался выше. Да нет, это праведница, это не роман. Одним словом, вдруг самый последний момент всплыл. Име этого Дубуа. Кто-то сказал, ради гения можно поступить с любыми правилами. Речь идет только о гении. Ну, вот что, старина, вы заведующий литературным отделом нашей газеты, поэтому расшибитесь в лепешку, но мы должны знать содержание романа. Хотя бы какой-нибудь отрывок. Брешится перец. Эй, кто-то сказал.